О ценности жизни Несколько недель назад я ехал в автомобиле и слушал радио. Переключая каналы радиостанции, я вдруг остановил своё внимание на бархатном голосе одного старика. Он что-то говорил о тысяче шариков. Я заинтересовался, сделал звук погромче и стал слушать. Хорошо, сказал старик. Могу поспорить, что вы очень заняты на работе, вчера, сегодня, завтра. И пусть даже вам много платят, но за эти деньги они покупают вашу жизнь. Подумайте, вы не проводите это время со своими близкими и любимыми. Ни за что не поверю, что вам нужно работать всё это время, чтобы свести концы с концами. Вы работаете, чтобы удовлетворить ваши желания. Но знайте, что это замкнутый круг. Чем больше денег, тем больше хочется, и тем больше вы работаете, чтобы получить ещё больше. Нужно суметь в один момент спросить себя, а действительно ли так мне нужна та или иная вещь, например, новая машина. И ради этого вы готовы пропустить первое танцевальное выступление вашей дочери или спортивное соревнование вашего сына. Позвольте мне рассказать кое-что, что реально помогло мне сохранить и помнить о том, что главное в моей жизни. И он начал объяснять свою теорию тысячи шариков. Смотрите. В один прекрасный день я сел и посчитал. В среднем человек живёт 75 лет. Я знаю, некоторые люди живут меньше, другие больше, но живут примерно 75 лет. Теперь 75 умножаем на 52. Это количество воскресеньев в году. И получается 3900. Столько воскресеньев у вас в жизни. Когда я задумался об этом, мне было 55. Это значило, что я прожил уже примерно 2900 воскресеньев. И у меня осталось только 1000. Поэтому я пошёл в магазин игрушек и купил 1000 небольших пластиковых шариков. Я засыпал их все в одну прозрачную банку. После этого каждое воскресенье я вытаскивал и выбрасывал один шарик. Я заметил, что когда я делал это и видел, что количество шариков уменьшается, я стал обращать больше внимания на истинные ценности этой жизни. Нет более сильного средства, чем смотреть, как уменьшается количество отпущенных тебе дней. А теперь послушайте последнюю мысль, которую я хотел бы поделиться сегодня с вами, перед тем, как обнять мою любимую жену и сходить с ней на прогулку. Этим утром я вытащил последний шарик из моей банки. Поэтому каждый последующий день для меня – подарок. Я принимаю его с благодарностью и дарю близким и любимым тепло и радость. Знаете, я считаю, что это единственный способ прожить жизнь. Я ни о чём не сожалею. Было приятно с вами поговорить, но мне нужно спешить к моей семье. Надеюсь, ещё услышимся. Я задумался. Действительно, было о чём подумать. Я планировал ненадолго смотаться сегодня в офис, а потом встретиться с приятелем. Вместо этого я вернулся домой, и когда увидел свою жену, нежно поцеловал её. Я ей сказал. Дорогая, давай проведём этот день вместе, ты и я. Что-то случилось? Спросила жена. Ничего особенного. Просто я понял, как давно мы не проводили вместе выходные. И ещё. Давай зайдём в магазин игрушек. Мне необходимо купить пластиковые шарики. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...